Трое авторов, историк, журналист и дизайнер для создания книги изучили Харьковские и немецкие архивы за последние сто лет. Создатели рассказывают, Харьков для немцев стал территорией возможностей. Здесь была политическая, экономическая свобода и возможность начать все с нуля. Это пространство толерантное, пространство, обладающее качеством свободных людей. А это значит, здесь можно много чего добиться, много чего увидеть, можно много чего реализовать. Это место, где сбываются мечты. И для них это действительно место, где они способны удивляться, неожиданно, приятно удивляться для себя. Бежали от неудач каких-то, бежали от того, что не могли найти себе место на родине, бежали от каких-то унижений. Ну, например, немцы времен Наполеона, стремясь здесь найти себя, то, что называется, найти в том числе свободу. В книге также рассмотрены взаимное влияние немецкой и восточной культур, украино-германские отношения на примере Харькова во время мировых войн и Холокоста. Авторы говорят, при создании книги были сложности в подборе фактов, особенно 20 века и Второй мировой войны. Кроме исторических событий, книга содержит и артефакты. Статьи из харьковских старых изданий, из архивов, которые републикуют реальную историю жизни немцев в Харькове, из взаимоотношений харьковчан и немцев в разных сферах. А также нам удалось при помощи студентов-архитекторов восстановить макет старой кирхи. Мы сделали фотографии разных мест в нашем городе, которые так или иначе связаны с историей немцев. Исследования харьковчан показали, что немцы сыграли очень важную роль в формировании науки, образования, экономики и индустрии Харькова, отметила Татьяна Гавриш. Воспринимали немцы харьков как территорию возможностей. Станут ли они воспринимать его так сегодня, это большой вопрос, ответ на который зависит в том числе от нас с вами. Книгу эту мы сделали в том числе, для того, чтобы вернуть их в доверие к нашей территории, вызвать интерес и начать все снова. Немецкий харьков выпущен тиражом в 500 экземпляров и будет распространен в библиотеках города. В планах организаторов издать книгу в Германии. Ирина Клименко, Алексей Жачков, Медиагруппа «Объектив».